Оценивать ФОК инспекция начинает с картинки. Что нарисовали, то и постройте. Снаружи здание, как с плаката, комиссия заходит внутрь. Кабинеты администрации готовы, водопроводные сети проложены. Осталось только подключить. Сейчас выполняется и по наружным сетям. Врезка водопровода, канализации, ливневой канализации. Уже установили очистные сооружения по ливневой канализации. Заполнить чаши водой планируют к сентябрю текущего года. Полностью сдать объект чуть позже, в четвертом квартале 2020-го. В большом бассейне будет пять дорожек по 25 метров. В детском длина их будет чуть меньше. ФОК включает в себя два этажа. Планируется, за одну смену он будет принимать до 60 человек, как малышей, так и взрослых. Забота о здоровье жителей и, соответственно, строительство необходимых для занятий спортом объектов – одна из важнейших задач для правительства области. Новый спорткомплекс будет удобен и для маломобильных групп населения. Предусмотрен медпункт, несколько раздевалок и тренерские. Такого уровня спортивных объектов у нас на территории нет. И жители вынуждены заниматься плаванием. В ближайших районах есть либо в Ярославле, либо у Гаврилов ям. Но с этого года данная возможность будет у наших жителей появиться. И все это стало возможным в рамках реализации национального проекта «Демография». Стоимость объекта – почти 100 миллионов рублей. Деньги из областного, федерального и местного бюджетов. После завершения строительства рядом с ФОКом появится удобная прогулочная зона. Павел Волков, День в событиях.